Публицистика Ганова Людмила Иезуитскую мантию и ведет средневековое иезуитское судилище действия и спектакль, при котором могут быть осуждены миллионы безвинных людей, как это было сделано в советское время. Доказательство этого. Судья дает слово на суде тому, кому считает нужным, и они говорят только то, что нужно ему. Почему? Вмешаться в это действие невозможно. Так устроен сам суд. К делу он приобщает только те документы, которые он считает нужным для этого суда. Он заявляет и распределяет дело только по тем статьям, которые он почему-то считает, что они к этому делу относятся. Взгляните на другие статьи Уголовного кодекса. Они практически не отличаются, только сроками наказания. Где же правосудие вопрос? Почему нас ничему не научили миллионы безвинно убитых и расстрелянных именно по такому суду в советское время? Кстати, американское правосудие тоже так же организовано. Кстати, последний пример этому осужденный на 35 лет американский рядовой Брэдли Мэнинг. Наконец, возьмите за образец царское правосудие, при котором не было массовых расстрелов, убийств и ссылок. Вот почему Николай II святой. Он не фальсифицировал суд. Почему об этом все молчат? Это что? Демократия? Итак, все же мы приходим к мысли, что в стране России должна править царская монархия. Уже хотя бы поэтому. Это бесконечная борьба за высшую власть. После гибели Николая II разрушает наше государство. И мы стоим на грани очередного краха. Преступление и наказание Достоевского – это как раз призыв Достоевского к тому, чтобы государство осуществляло каждому в нем живущему социальный стандарт помощи. То есть, говоря современным языком, welfare. Их должно быть несколько уровней. По «но первоначальный» должны получать все. Мало ли, что в жизни может произойти. С чего начинается этот роман Достоевского? Деньги к студенту Раскольникову не пришли. Он задолжал за квартиру, несколько дней не ел. Ему не на что жить в Петербурге. И в этой ситуации ему приходит мысль убить старуху-проценщицу. Она банк, ростовщик. Давайте скажем прямо, у него не было другого выхода. Он даже прав в том, что собирается ее убить. Иначе он ведь может умереть с голоду. Как может светское государство осуществовать без welfare? Иначе оно убивает своих граждан. Граждан через их голод. Кстати, могут уволить с работы ни за что. Хозяин, чтобы поискать новую бесплатную девочку для постели. Да мало, что может случиться. Да, здесь и постоянно случается. Экономический кризис, например. Да, и у вас могут отобрать все через такой суд. Вот. Недвижимость, машину, работу тоже. Каждый думает о том, что в свой новый день он может оказаться на улице в качестве бомжа. Иначе откуда они берутся? Вопрос. Какая может быть справедливость в обществе, если человек, бомж, замерзает на улице и умирает от голода? Никому это не интересно. Значит, все все понимают. Только говорят, у белорусского президента нет на улице бомжей. С ними разбираются, и они снова идут на работу. То есть дают такую возможность в обществе. Помощь хотя бы на таком уровне. Наше общество озверело настолько, как будто оно живет в Мезозойскую эру, где были ящеры. Мне кажется, что в Мезозойской эре жить было приличнее. Да, конечно, приличнее. Просто шансов выжить личности тогда было больше. Вот что я имею в виду. Здесь их практически не оставили. Все решается помимо тебя, и за тебя, и неизвестно кем. Я имею право сострадать бомжам. Мне было интересно, что преступление и наказание Достоевского было названо в числе двух русских книг, которые прочел американский президент Обама, и о которой он не сказал ни слова. Я думаю, что он понимает ее значение. У Обамы очень умные глаза. Почему он не сказал? Его руководство Америкой показывает, что сам он принадлежит к стране, которая нападает и отбирает. Он воюет за чужие богатства под видом демократии или борьбы с терроризмом. Он вмешивается в дела чужих суверенных государств, хотя прекрасно знает, как правовед, что не имеет права этого делать. На этом основано международное право. А уж военное вмешательство под этим видом – это просто военное нападение. Тоже в разных формах. Вэлфор – это не шутка в 50 рублей умирающим детям с мамой. Это две поездки в автобусе, например, в больницу. Вэлфор – это строгий, настоящий социальный стандарт, на который человек может жить и существовать в этом мире в своем государстве. И государство обязано его предоставить, иначе оно не государство. Это не издевательство в подсчет того, что человек ест, как одевается и сколько платит за квартиру. Например, 30 грамм помидор, 40 грамм сыра в неделю и два, и яйцо на два дня, одни кроссовки на три года и так далее. И это принято правительством. Но стоит ли дальше о чем-либо говорить? Нам нужен царь, который солдату 300 грамм мяса в день обеспечивал. И его выдавали. Помните фотографию, где Николай II пробует солдатскую еду? Он не забыл это сделать. Сейчас почти весь мир стремится напасть на нас, на Россию. И сытый, одетый, обутый солдат нам очень нужен. Помните, как был одет гитлеровский солдат во Вторую мировую войну? Поэтому немцы войну и проиграли. Наступили морозы. У немецкого солдата не было ни валенок, ни полушубка, ни теплой шапки. В окопе на морозе, в его одежде явная смерть. За один день весь отморозится. А к этому времени Гитлер уже завоевал всю Европу. Но своего солдата так и не одел. Пожадничал. Решил все равно ему умирать. Вот почему нам нужен царь. Он будет всю свою жизнь сидеть в своем государстве и о нем заботиться. И о нас тоже. Мы до сих пор не достигли уровня 1913 года, когда правил Николай II. Публицистика Ганова Людмила читал сын писателя, современный художник Цуриков Илья. Ганова Людмила в 2018 году, это столетие расстрела царской семьи Романовых, написал открытые письма в Нобелевскую премию по литературе шведскому монарху Карлу XVI Густаву, который, собственно, их и вручает, и королеве Елизавете II, королеве Великобритании. В 2018 году она была захвачена в закрытую реанимацию. Против воли человека дети арестованы. 25 дней пыток, политическое убийство. Читайте роман Гановой Людмилы «Русская монархия» о восстановлении легитимной власти в России монархии Романовых. Редактор субтитров А.Семкин